всем привет дорогие друзья сегодня я буду портировать карту и ну карту заведомо как бы найденным до исходником называется п халупа карта из ранних версий паранойи сегодня я не буду конвертировать материалы я пока показал как этот процесс осуществляется в предыдущем ролике что сегодня будет сегодня будет сам процесс портирования но имеет как бы заранее уже исходник то есть не то есть как бы пропуская процессы декомпиляции и не буду декомпилировать карту открою заранее уже как бы готовый исходник и он сейчас вам скажу по моему в рмф формате такой как бы довольно таки нормальный формат можно сразу его открыть то есть джак я про не преобразовывать вот все ну конечно предыдущий метод как наложить текстуры конверт ватту венте и ждем просто некоторые текстурки не вал не наложится да не потому что их нет а потому что эта карта используют какие-то старые текстурки их я не знаю их у меня нету так вот как видите как все это выглядит довольно таки симпатичная карта жалко конечно и вырезали да сегодня будем преобразовывать сущности нви главу да и конечно некоторые спрайты должно быть должно быть да ну или чистые спрайты такие цветочки ладно что теперь делать ну прежде всего давайте найдем ошибки да какие текстуры отсутствуют да непонятно какие честно говоря давайте попробуем найти похоже песто 4 датью если 4 попробуем найти если 4 а ну я предполагаю так не должно выглядеть это слишком хорошо я бы сказал ну всегда получается как бы найти давайте вот это наложим да это скорее всего не та текстура предполагаю вообще не то как легко все сразу наложить до 1 текстуру нажимаете то есть на недостойчивую текстуру replays может также alt плюс p написать то есть ошибки карты и вы и фиксел лр фиксел тайп типа вести по ошибок конкретно и выбрать все необходимую замену дать делать пожеланным эту текстурку наложим все ну конечно выглядит так неоднозначно но в принципе даже сказал терпимо терпимо выглядит вполне как бы неплохой комплекс я не знаю какая должно было выглядеть ранее да я бы не играл в ранние версии ну потому что на наверно доступа к ним не было так ошибки все равно имеется инвалид текстур какая текстура отсутствует это дверь это дверь дверной проема я предполагаю да и дверь и проем одновременно что это может быть давайте представим что это допустим ну др-5 да просто сейчас я туда преобразуем сразу честно говоря выглядит ничего так да вроде как ложилась то есть даже прикольно выгнули конечно не попробуем попробуем еще раз др-5 это что заполнил даже нольби давайте попробуем дверь то накладывается нормально но это что такое но можно вручную конечно все исправить как бы если у вас есть желание у меня честно говоря желание отсутствует как заниматься именно таким делом сейчас мы ищем текстуру как бы подошла бы честно говоря претенденту к на это не вижу ну вот это попробуем др-6 а запомнил ну ладно терпимо можно так и оставить ну пишет проем на сутки тревожит но я думаю главное чтоб двери работали что что теперь я не буду портировать триггеры да какие то здесь и здесь есть моменты какие-либо да я их просто выражу то что они не нужны также провод здесь провод такой немного нанеси вот так хотя бы до gold source уже немного по-другому работает на эти немного с такими текстурами для оптимизации вот все это получше будет выглядеть ну то здесь давайте я думаю что это как-то сильно скажется на производительности да если никак не скажется то есть как-то так добавляем текстурочкой чтобы симпатичнее выглядело но это вообще как бы я еще раз говорю это нам это на ваше усмотрение это я просто добавляю то что ну скорее всего чуть чувак все равно их не увидим он нужно будет на провода смотреть может быть я выскажите чуть-чуть дело до от стоим занимать каким-то то что но оптимизации ну ну сейчас я не думаю что это критично по крайней мере здесь как бы во благо да что прям явно было видно далека вам здесь я не добавлю так что теперь теперь ищем ошибочки посмотрим есть инвалид соль инструкцию есть все равно имеется как я говорил даже несмотря на то что это исходник все равно такие ошибки могут иметься и то есть что такое это предполагаю такой какой-то круг до такая кружить но ее можно в принципе просто скопировать скопировать отсюда то есть заново создавать ее как бы не нужно хотя заход цилиндр был цилиндр больше то есть довольно таки простая фигуру я можно воссоздать то есть каким образом воссоздать да например цилиндр берете блок тула и конечно выбирайте объекты с примитивы да и выбираете цилиндр в данном случае мне цилиндр нужен и вот смотрите да он да он помочь попроще да чем этот но тем не менее можно его настроить да не так добавить тоже углы там то есть все на ваше усмотрение да вот вы как видите такой цилиндр есть чуть-чуть посложнее будет можно в точно точности то же самое воссоздать из как бы проблем это этот процесс не вызовет я думаю ни у кого solid entity да что это такое пустая сущность все это ничего на самом деле просто можно можно фикс все сделать я просто это все удалю то есть вручную каждую выберу если их очень много вы конечно лучше фиксил type сделайте я просто удаляем чтобы предостеречься иногда как бы они все равно остаются не знаем то есть у меня такое было ну буквально пару раз если честно ну что дайте проверим все проблем нету в м файл ну те что делаем nvglow что это такое это спрайты то есть сорт движки это спрайт спрайт так открываем но это подпись как я говорил очень удобный формат чтобы редактировать его прямо изнутри да то есть прям открывать блокнотом и что нам нужно заменить устаревшую сущность данном случае nvglow то есть это теперь nv спрайт то есть как это работает да то есть режим главу теперь доступен в режиме спрайт то есть как бы лучше ли эту систему да вот в сорт движке все спрайт все теперь можно как бы работать также есть спрайты то есть надо преобразовывать спрайт каждую как бы вашу ваш необходимый там объект но и еще раз говорю . спр да то есть старый как бы формат но спрайтов но его можно оставить в принципе на работоспособности не влияет ли это как вы видите вот появились спрайты уже были конвертированы то есть поэтому у меня проблем то никаких не возникло также nv model nv model то есть вы должны тоже это преобразовать то есть в какой формат nv model это модель это проб статик может быть проб динамик в моем случае это будет проб динамик потому что я я немного неправильно работал с моделями ранее так обновить немного неправильно работал и конвертировал все в проб динамик почему так происходило вы спросите на самом деле я пытался использовать проб статик но у меня почему-то в картах это неправильно отображалась возникали какие-то проблемы как вам сказать почему-то исчезала даем почему-то модель я смотрю на нее она исчезает по если под каким-то углом досмотрю если не прямым но это немного странно мне кажется так ну и пропыда одни ротки почему и ротки то что я неправильно настроил директорию модели то есть я изменил ее то есть данном случае у меня не модуль сбор база модуль спара но я но не факт что они конечно еще появятся все-таки ранее версии как никогда возможно там многое что поменялось и даже модели сейчас посмотрим ну как видите некоторые модели появились некоторые нет что это может быть бузер о2 я не знаю что это вообще такое попробую найти может а у 2 и честно говоря смотреть надо сравнивать опять же с оригиналом с оригинал то есть что это может быть я предполагаю 2 может быть какая-то такая канистра да он тоже канистры вообще какая-то колба да грубо говоря сейчас я посмотрю смотрю какая какая модель будет здесь приемлемо предполагаю сейчас просто просто я я как бы да здесь здесь все-таки имеет место быть мои как выправки да они не официальные то есть чуть-чуть такие измененные модели может быть чуть-чуть другой проб стоит опять же вот это огнетушитель да ну что то такое вот оксиген я хотел добавить то есть какая-то в общем лежит здесь что-то здесь игры забыл как называется извиняюсь теперь что делаем ну исправляем эрорки эрорки игру бы можно сравнивать с оригиналом можно не сравнивать с оригиналом вы смотрите на свое смотрение так это дерево я предполагаю бустер и можно поставить вот отлично также также альфа канал здесь я неправильно сделал видите это белое это некрасиво выглядит как это исправить альфа канал да нужно перекрасить в черный цвет то есть он у меня белого цвета сейчас надо его перекрасить черный это будет выглядеть хорошо имейте это ввиду так опять дерево это вы как бы смотрите еще то есть как эта модель будет выглядеть то есть может быть она неправильно будет отображаться знаете как-то странно смотреться вы тоже проверяйте вот так куч куч так давайте посмотрим посмотрим геометру так но в принципе два стала неплохо это скорее всего не стол должен быть не задать и стул поставим на стул тоже как-то повернутся согласитесь не очень честно говоря не знаю что может быть только стул выдает то что стул у меня выбрал и как бы давайте выберем просто просто еще один стульчик да стульчик беда не очень правильно согласен досмотреть оригиналом опять же и говоря кстати об сущности да сейчас есть я скомпилирую карта все эти модели будут черные причем черные непонятно почему доказалось бы почему они должны черные быть они как бы освещены есть есть освещение да на самом деле будут не некоторые даем проблемы проблемы будут вот сейчас вам покажу как это все можно исправить сейчас я здесь армадель все-таки место спрайт поставлю будет получше выглядеть как помню то что спрайт а дерево у меня к сожалению сейчас нету добавлю некоторые деревья лучше выглядит и говоря о черноте да такой образно также здесь дождь мы дождь сейчас создадим так удалю музыка есть триггер mp3 rain settings настройки даже удалю их так говоря говоря как бы освещение сейчас я удалю все не нужны то есть монстр human military то есть это персонаж модификации там предполагает солдат какой-то это на кейсу это на кейсбокс это вообще не нужно мне потому что я как бы не партируя оригинал да я просто все это переношу просто в горы смода вот выбираем все все броши антикис и props почему нельзя включать pain сразу есть например на вашей карте имеются какие-то то есть прайты до спрайты освещения да и и они имеют определенный цвет например белый рендер color color да то как бы то есть он сменится то есть например черный дать на прекрасным там должно гореть вы все измените сейчас и ну рендер color да на белый 255 255 255 да все как бы изменится в худшую сторону придется заново все делать знаете все вот такие устаревшие сущности они всегда находятся в броши антики сумеет имейте это ввиду в случае я это удалю домини для меня здесь только важно трек из какой-то имеется трек можно что сделать а затем бед геннерг play everywhere да или снот лупа то есть выбрать то есть чтобы ты играла везде старт сайлан то есть по умолчанию она не будет играть сначала то есть нужен триггер как который активирует и снот лупа то есть это не повторяющиеся песни вот данном случае мне надо найти то есть проект на 4 у нас скорее всего имеется а может и нет ну в общем здесь выбирать и необходимого музыку я не буду тоже переносить это мне не нужно как бы так те говоря говоря о сущностях как убрать да если они например у вас темные выделяете все необходимые сущности так заранее их разгруппируйте то есть какая как бы клавиша да то есть отвечает за это вот он гроб вот теперь заново опять необходимые используем props brush только с такими объектами надо работать render color render color 000 так не должно быть это нейтральный цвет голл сорси а в сорсе это черный цвет все теперь модели будут отображаться да можно использовать фиксеры опять же галса что сорт фиксер но это простые программы они не выполняют какой-то сверхъестественной как бы задачи но опять же на ваше усмотрение это удобный инструмент с одной стороны да кому-то они могут помочь в принципе помочь не только перенести ну как бы упростить задачу исключив такие операции да но я как бы предпочитаю исправить исправить все самому вот на ваше усмотрение я оставлю ссылки на gold source source да фиксеру ну и конечно время фабдейтер вот его я рекомендую и время фабдейтер гораздо лучше он также создает сущности envy soundscapes до голсор что шор фиксер этого не делает но и вообще он такой какой-то неоднозначный я хочу сказать вот по работе с ним у меня конечно есть вопросы просто но но я думаю не несерьезные такие если недостатки я думал все как бы вполне терпимо и можно использовать вот так ну вроде как все исправил все исправил так что такое вот такие сущности они часто часто встречаются в графических водах на gold source типа паранойя опять же да это такое такой наклон света что ли как тогда на освещение в общем влияет ну причем в лучшую сторону в сурсе они не работают я думаю можно как-то все это исправить воссоздать у меня как бы я не использую такую цель да то есть на нет цели заняться конкретно этим то есть исправлять что-то так данном случае тоже какой-то триггер вверх но за вертолет что ли я не буду это добавлять это нет тоже не нужно как бы вот посмотрим смотрим имеются ли какие-то такие ошибочки да какие-то ненужные сущности вроде как нет вроде как также стекле стекло стекло да его конечно необходимо все исправить все это стекло сейчас я буду это делать то есть сначала выделим все сущности где-то стекло находится до функ или же на рыда в данном случае я это все преобразуем вот хотя нашлись текстурочки да праша не нужен и куда ли все отлично работает преобразуем это все функ detail минуточку просто выделяем все необходимое все контрол контрол и g чтобы ошибок не вызывало то есть это конвертация текстур ну конечно вот здесь еще надо контрол джи контрол темп функ detail все готово выбираем теперь функ detail отсюда и все так вот это также выбираем ненужный браш абсолютно по освещении до улучшения освещения в паранойи работает паранойи там голосов мадак некоторые да то есть это добавляется в оригинале что тоже что-то подобное есть но опять же чуть-чуть развлечается все таки так стекло рамки всем теперь граммфу detail и что делать со стеклом до оставлять его в нынешнем положении конечно конечно вообще не нежелательно я сейчас объясню вообще это почему да такое здесь немного это объединение не нужно мне нужно наверно просто данном случае нет так все выделяем для все стекло необходимое нам из так потихонечку сегодня я еще не преобразовал что что делать будешь на 10 к внимательность тоже как бы очень важно чтобы хорошо все сделать чтобы все сразу преобразовать не метаться туда-сюда как я делаю это конечно с моей стороны это не очень как бы хорошо надо все так потихонечку все выделить вот лишь котру нажму до чтобы все опять разделить под так я вроде все выделил все стекла также если у вас возникнет вопрос да как я выделяю именно все объекты control я нажимаю control левая кнопка мишки и все так проверил удалился чтобы проверить так скорее всего у вас это какая-то сущность да фрукбрика был данном случае как и что нужно поставить рендер мод вставите эдитив прозрачный и ставите fx amount не 60 а 220 хотя бы 200 я поставлю в данном случае 200 вот от 200 то есть ниже так все будет смотреться то есть это не как стекло будет выглядеть это будет настолько знаете настолько прозрачно что непонятно есть вообще стекло может его нету да в данном случае я конечно добавляю все это исправляю сущности некоторые функ вол опять же да то есть из предыдущего моего как бы гайда да своеобразного то есть все это необходимо исправить да то есть но не исправить для оптимизации лучше все преобразовать фунг detail но обращать внимание имеет ли это как бы этот объект этот браш разницу там то есть это стекло например функ detail не пойдет потому что прозрачность не имеет а функ вол это как раз таки браш который имеет и рендер моды да с режима рендера потом преобразует как раз также здесь не имеется двери здесь они отсутствуют то есть можно сказать двери реализовывать нам не придется однако однако как я в предыдущем ролике и показывал реализация их довольно такая довольно таки просто да и не вызывает затруднений обычно то есть никаких это затруднений то вызвать и не может просто пытаясь найти какой момент стоил бы для добавления давайте например это двери конечно разъединим control shift и w control т его дверь имеется да то есть по что это преобразуем фунг дар уже точек то есть фунг дар рот этих меня в данном случае это браш это брашевая как бы дверь то есть это не модели сам есть там пробовые двери как бы вы сами смотрите какую дверь вы используете то есть логика везде плюс-минус до одинаково так обращаем внимание где находится как бы ручка до двери и соответствии с текстурой до выставляем точку вращения . вращения в данном случае находится ну для меня для меня находится слева все правильно так как и должно быть и что можно сказать карта готова да карта готова но настраиваем освещение настраиваем освещение печь оставляем его можно оставить так брайтер сэмбин тембит прибавляем немного там 60 так извиняюсь немного немного я много слетел вообще о чем говорили light environment то есть об освещении небо да то есть за что это функция отвечает то есть вообще сущность да это на все на всей карте это освещение именно небо если у вас темная карта вы можете не добавлять или можете все значения bright res я бен снизи до черного но в основном как менять в конце вот эти строки от 230 поставил потому что там почему да чаще всего gold source карты они очень темные то есть они в соус если не изменять эти параметры они будут очень темные то есть вы можете заметить во многих моих портах которые я выкладываю действительно так мне многие за это как бы предъявляют что ли пишут что очень у тебя все порты но я не знаю взрывы как бы посмотреть нужно вообще качество порта не только освещением определяется но и качеством геометрии поэтому неоднозначно да и но вообще целом да да действительно темная согласен вот просто просто мне как-то в одни момент взбесила и не знаю все сигарет ну а что только освещение ну ладно извиняюсь это уж мои эмоции да вот вы изменяете я поставил 230 было 180 бент я тоже чуть поменял там то ли 20 было да и без стать не так важен по моему палатурский брату да то есть брать раз как переводится до контраст стали вот яркость да вот что такое окей кейт что теперь карта портирована да действительно карта портирована исправляя исправил все ошибки от плюс к этой здесь к сожалению попал ну короче от плюс по исправлять все ошибки то есть например body group да на случай был у дерева какой-то body group я его вырезал то есть почему почему я вырезал да эта команда абсолютно не актуальна потому что то есть если вы в точности ту модель используете баять body не меняйте вот и есть эта строчка body group то есть как исправить вы все эти строчки body изменяете на сайт body group но ты под плюс плюс и все все исправится как бы проблем не будет вот в данном случае у меня был круто второй body group то есть как видите модель не поменялась потому что body group это больше нету он больше не работает он раньше работал модель имела body group и но сожалению бузер да вот он к сожалению вырезал это все все в финальной версии паранойя как бы все нормально просто я имею ввиду такие вот изменения имеют место быть имбирь джеймерика можно не изменять они остаются то есть данном случае у меня вот люка здесь где-то был да то есть почему-то у люка был body group да вот непонятный какой-то не знаю сейчас уже не тоже не актуально body group больше не работает однако если у вас имеется опять же или вы просто не исправляете эти ошибки или измените на сайт body group то есть даже несмотря на устаревшись да ну старая команда body она все равно работает она работает с импись и с объектами то есть я не знаю почему это как бы не изменили это оставили в принципе никаких проблем это не вызывает что теперь теперь когда вы все исправили более-менее то есть все довели до идеала я не довел до идеала опять же вот эти черные такие штучки для что ли так быть не должно быть не должно это можно изменить то есть все вручную менять я не хочу сейчас все это менять однако как если вы все-таки решили вы можете упростить для себя работу отключить брошенки чиза ну это конечно преобразовать fun detail например да и все и все и заменить то есть ладно все таки вам покажу то есть примера как это реализуется да то есть необходимые дверные проемы вы конечно выделяете вот на сути 12 так короче все вроде выделил у меня даже хаммер успел вылететь отвратительный на самом деле опыт если у вас вылетел хаммер что делать но если вы не сохранялись это печально вам предложат загрузить сохраненную версию можете рискнуть иногда это нормально работать иногда коряво то есть может что-то пропасть да то сохраненной версии не всегда работают правильно но если вы все же столкнулись да с этим но не стоит переживать как бы придется все заново конечно переделать но опять же да не каждый нас застрахован но как исправить это control и с нажимаете то есть файл и сейв это комбинация и удобно использовать нежели постоянные то есть я в основном как вы видите я использую комбинацию потому что это довольно таки сильно упрощает процесс разработки для меня что же давайте я теперь откроем fun detail detail все вот необходимые сущности необходимые штучки которые сейчас буду менять и двери вроде нету то есть двери не испортится испортится только но изменится я имею ввиду текстовка только у этого объекта так что поставим давайте поставим стали из half-life 1 half-life 1 сталь ну такой то чисто 11 однотонная такая текстурка я думаю на каждому не так сочетается но опять же можете подбирать смотреть какие текстуры из паранойи какие текстуры использовать паранойида и в соответствии с этим выбрать текстуру я этим заниматься не буду я принципе думаю но все субъективно опять же да все это субъективная оценка ну честно говоря да немного ярко ярко но не критично но для меня да вы можете все это поменять все ошибок нету то есть что теперь опять же мой метод добавление инфонод и добавление конечно же куб мапов куб маку это обязательно то есть не обязательно извините я делаю то есть я добавляю все эти детали для гаррис мод то что часто люди просят то есть я часто видела дон и да у которых все это отсутствовали отсутствовало да многие жалуются да хотят там побегать in pc то есть смысл гаррис мода поиграть там с нпс да то есть какими-нибудь лиц ботами да поэтому я в каждую свою карту встраиваю то есть у меня нет таких карт в которые я бы не встроил да может быть очень прям древних да даже свои карты я в любые карты которые делаю или портируя в любом случае буду встраивать это тоже необходимые детали куб мапы вообще обязательно если у вас есть отражение да но если вы портируете например какой-то мод туда мод а если также будет интерес я возможно еще выпущу немного про портирование кода расскажу но не портирование воссоздание в основном да то есть есть не разные методы в создании и портирование то есть опять же также с картами вы можете с нуля создать свою это довольно таки дорогой метод однако он действительно привлекает в том плане что это прежде всего огромный опыт огромный опыт то есть вы в принципе научитесь маппингу так ну конечно конечно вам необходимо следовать там инструкциям данного software или просто смотреть читай гайды опять же я я сам как бы в основном руководствуясь именно информацией на вал в software да то есть то что часто приходилось с этим как бы работать вот добавляем это то есть это что такое инфонод то есть это такая сетка сетка где будут ходить npc д можно добавить еще not rd то есть чтобы летающий письмитом например вертолеты до могли летать давайте это сделаем и вы сами все увидите все как видите я все добавил да и симфонод р даже не знаю часто их делают на картах решил сделать короче все те же все выглядит прекрасно и что теперь осталось осталось куб мопа опять же мой методы почему я так глобально договору момент ну потому что я не знаю ни у кого это не видел кто бы так делал может быть никто не делился просто решился таки таки вам рассказать то есть простой метод добавить куб мапы знаете дешевый метод и бы сказал но подбирайте высоту опять же до желаемую и выставляете то есть как вы знаете но не очень близко опять же то есть должно иметь достаточное расстояние расстояние в одном случае меня так пару куб мапов имеется с этой стороны тоже нужно внутри здания обязательно то есть для чего нужны куб мапы да чтобы осветить то есть не освещение земельца чтобы правильно работала работали отражением на карте нужно добавлять эти детали то есть например давайте я для ну вот приведу такую как бы случай да очки к лайнерам то есть в гаррис моде да ну или в халфайба не имеют отражения то есть если вы играете да и на карте нет куб мапов то эти очки они будут белые то есть это будет странно выглядеть то есть его глаза то есть и зрачки не будет видно абсолютно но чаще всего как бы куб мапы все таки делают добросовестные маперы их могут не делать такиси и я просто не понимаю в чем проблема добавлять куб мапы это не так сложно и как бы улучшает само качество карты то есть да вообще отношение к самой как бы карте не знаю тем кто будет на ней играть я просто сталкивался с такими проблемами да добавляет как-то карту делают да ну так неправильно середины выкладывают картам куб мапов нету и не знаю какие проекты немного меня смущают да то есть почему так происходит вообще нам целом целом это не критично опять же для кого-то если вы не играете там с отражением если они у вас отсутствуют для горы смотри это обязательно я делаю почему потому что горы смотри не знаешь любой человек может с любым аддоном играть там или отражение могут быть да то есть нужно все-таки учитывать каждый случай чтобы реализовать качественно то есть я не стараюсь делать на я стараюсь делать наиболее наиболее легко и чтобы это выглядел всего как бы играбельно и хорошо так все готово у меня то есть что мне осталось это скомпилировать как бы эту карту так же говоря о скайбоксе если у вас не 3d skybox вы можете текстурку заменить да например на моем случае туз skybox 2d будет вот такая розовенькая да немного все вот такая текстурка не обязательно ставить на ваше усмотрение поставлю вот то есть все готово все готово в принципе выглядит неплохо то есть я портировал по сути карту при помощи исходника с исходника очень просто портировать проблем со структурами чаще всего отсутствует да так вот это немного мне неправильно да вышло подкорректировать то есть со структурами нет никаких абсолютно там проблем вот но опять же не всегда так не всегда иногда бывают такие исходники опять же карты края эфир тому подтверждение по крайней мере с сити один имея исходник у меня действительно возникали проблемы и не то чтобы проблемы такие глобальные но карта имела имела дыры геометрии так здесь я воссоздал но это выглядит так как бы отвратительно подбирать размеры подбирать скорее всего как то вот так должно выглядеть вот вот здесь пытаетесь поправить как бы вот и исправляете в итоге или или оставляете да ну можно да можно проще вот так добавить они не видно не видно ничего но опять же это тоже не очень добросовестный метод хотя в принципе он и действием действует и неплохо даже так вот есть правил вроде конечно есть разница некритичная опять же все корректируйте и shift плюс в этом нажимаете вертекс тул смотрите есть более удобные инструменты нежели я делаю на ваше усмотрение опять же так все с этой стороны немного надо пофиксить фиксить это вот здесь с угла берем убираем все все выглядит неплохо да есть что то такое но нет что ты делать будешь вот все все я я думаю я уже исправил достаточно и конечно это все не очень идеально и можно конечно высоту изменить но текстурки тоже изменит свою высоту ну давайте знаете как делаем скопируем вот эту текстуру заранее да так теперь она должна вроде как остаться да попробуем сейчас попробуем изменить высоту ну нет нет конечно здесь все таки не остается ну справки да можете иметь ввиду ну если прям так уж все критично да опять же поправляем высоту выделяем все это прям всю сущность и 1-1 ну не 1-1 наверное это мало вот 2-2 и все он выглядит выглядит красиво в принципе я бы даже сказал круто выглядит в принципе вот таким образом вы можете исправить геометрию все то есть использую готовую на карте если она повторяющиеся если не удается то вас создайте сами есть другие инструменты я потом другие случаи рассмотрю то есть мой метод он не единственный да есть более наверное лучшее совершенно это простое как я занимался довольно таки очень просто то есть это не вызывает никаких задрудений что ж карта готова теперь скомпилируем ее но проверять я ее не буду просто заранее скомпилируем и использую команду save use resource to bsp ну встроить все ресурсы используемые в bsp файл почему потому что я буду эту карту портировать в гаррис мод то есть в гаррис моде нужны заранее уже встроенные текстуры можно их не встраивать но я встрою то есть для чего я сейчас вам объясню что же карта была успешно скомпилирована теперь что необходимо сделать мы берем эту карту п халупа в данном случае в нее должны встроиться все bsp файлы да извиняюсь берете папку то есть извиняюсь берете карту карту из папки с игрой потому что туда в принципе все и должно встроиться так так то есть в данном случае а а п пи халупы короче так извиняюсь некоторые просто функции я не использовал да при комперации там галочки убрал с нужного вроде как да если не буду так bsp source что это такое декомпилятор source карта в данном случае я встроил необходимые текстуры однако однако да я сразу скажу save use ресурс да to bsp такой несовершенный инструмент почему потому что потому что спрайты он не встраивает скорее всего с некоторыми текстурами он может возиться неправильно встроить их у меня довольно таки так было да немало раз иногда у модели текстуры не встроились но опять же это это связано как бы с директорией спрайтов или измеи виду текстуры или наоборот как бы непонятно там как бы настроен называется имя какое-то да там имеются какие-то знаки так ну в данном случае спрайтс у меня пропала папка спрайтс она должна быть так давайте создадим ее вручную ну все это терпимо все это действия выполнимы то есть все встраивать все сразу потому что в данном случае как видите у меня много текстуру паранойя потому что я все таки там занимался картографией да ну используя эти ресурсы вот так теперь копируем все это Hummer gmod Hummer gmod это стандартный Hummer который идет с гаррис модом в данном случае вот bin и Hummer он по стандарту качается всегда вот давайте сюда принесем необходимые gbm файлы все Hummer gmod открываем его то есть теперь теперь что теперь нам надо настроить немного эту карту гаррис моде можно было заранее настроить на настрой сейчас добавлю больше спавнов то есть гаррис моде скорее всего один чувак на этой карте играть не будет скорее всего там может с другом зайдут люди да то есть надо все таки оценивать все ситуации и добавлять как бы по необходимости конечно не так много но и не мало вот в принципе можно и больше возможно возможно вы делаете карту для какого-то режима хотите перенести для режима там т т т т да вот я как бы делаю обычные санбокс карты цели цели они преследуют добавить много спавнов там всяких фишек но вы можете добавить это реализуемо альт плюс п так и удаляем вот это ненужное все проблем нету проверяем также альт плюс п иногда могут отсутствовать текстуры после объединения да ну имею ввиду save used то есть после встраивания текстуры иногда это плохо работает также говоря об исправлении вот такого белого цвета да сейчас я открою фотошоп у которого уже заранее заранее есть плагин для то есть для редактирования с vtf форматом то есть вот но также скажу это старый фотошоп это cs6 вот в данном случае я нашел необходимые текстурки редактируем их то есть сразу то есть открываем сначала я вам покажу вот как изменить белый альфа канал на черный вы не должны убирать все эти то есть снимать все эти вот такие ограничения замочек да этот убирать control h но это у меня стоит стоит уже просто комбинация вроде как цветовой диапазон вот выделение цветовой диапазон выделяете и затем control плюсу то есть цветовой фон и насыщенность и все меняете на черный как видите текстурка не пострадала также также при конвертировании текстур сразу скажу иногда вы можете преобразовать в dxt5 иногда в bgr 88 да 888 как то так он более будет качественный но больше будет занимать место то есть имейте это ввиду держите в уме то есть если вы хотите отредактировать альфа канал например у текстуры dxt5 скорее всего это будет проблематично потому что это довольно таки дешевый формат я хочу сказать то есть он создан для этого меньшего веса но довольно таки там сложнее редактировать чем например в bgr который более как бы совершенный но занимает опять же больше места но он тоже необязательный вы на ваше усмотрение опять же так все тебя исправил проблем теперь не возникнет так же так же сохраняем здесь в грис мод специально даже если проблем не было никаких и ничего не было ctrl s все равно нажимаем и теперь что открываем в надпад плюс-плюс данную карту и ищем элоу физ гмот элоу физган что это такое то есть по стандарту вот такие сущности иллюзионеры да они управляются физганом их можно как бы переместить это будет ужасно если например вас там рп какой-то да разыгрывать то есть физганом перенес и все как это исправить просто вводите вот эту команду то есть меняйте элоу физган со значением 1 на физган со значением 0 все со 79 элементов ну как видите я все исправил теперь эту карту можно в принципе компилировать в принципе проблем никаких нет то есть все исправлено все необходимое проделанная работа как бы завершена эта карта теперь будет мастерской гмот и давать ее просто напросто скомпилируем рекомендую компилировать hdr full compil и финал но не hdr вы рад то есть light экзеда вы должны прописать боуф потому что часто люди могут жаловаться на то что на карте матов убрать да все ярко нет освещения потому что у них отключен режим hdr или у них ldr да или hdr короче компилируйте боуф чтобы сразу два вида освещения было и так же далее я вам покажу как будем строить клуб мапы добавляем game exe то есть я пропишу хотя нет нет не пропишу хотел чтобы настроилась картинка давайте начнем также так что скажу немного перепутал перепутал спр обязательно убираем на изменяем и помните вот изменил к сожалению чуть ошибся так рендер мод я выбрал color color можно в принципе я думаю normal оставить в остальном все это то же самое да мне чуть-чуть ошибся то есть здесь был 00 то есть почему потому что я говорил про определенные такие такие спрайты которые как раз таки ну про создают свет но не свет создают в прямом понимании а являются как будто источником вот в случае вот такие штучки это глава должен быть вот и у них может быть любой цвет ну например красный да вот в данном случае таких объектов нет на карте только вот такие ладно давайте все готово карта скомпилирована что теперь нужно делать теперь необходимо встроить контент в нее то есть необходимый контент в карту нужно встроить берем необходимую карту и также необходимы файлы в данном случае они находятся у меня здесь п халупа и р вот все пократ пократ хорошая программа но однако есть свои минусы если вы по ошибке строили не тот контент и ни в коем случае не сохраняйте карту да но если вы этого уже выяснили позже то это вызовет много проблем удалить встроенный контент из карты уже нельзя то есть один раз встраиваете все вы больше эти встроенные файлы не изменяете если вы измените у вас все полетит я из своего личного опыта говорю то есть у меня были такие проблемы мне приходилось ну заново компилировать карту потому что все что встроено я уже никак не мог повлиять на это да как же изменить чтобы все пропало нет так не работает все контент встроен в карту то есть теперь теперь удаляем весь этот контент из папок с игрой в данном случае у меня саунд ну такие в папке в принципе они не нужны в гаррис моде и без них работает потому что используется система vpk да так все удаляем ну графств это я так уж все добавляем сюда нашу необходимую карту и запускаем гаррис мод что ж давайте проверим то что у нас получилось перенос карты спрайты работают спрайты работают неплохо работают отображаются конечно они светлее геометрии да они будут светлее геометрии в данный момент ну окей что и хотели выяснить работа двери дверь работает да ну один недостаток конечно она очень тонкая я не настроил ее толщину потому что она особо ее не было так стекло видно что есть имеется какой-то такой прорез то есть без стекла выглядит так со стеклом ну соответственно ярче да все яркость карты в принципе нормально вот то есть к слову к слову hdr у меня отключен так все выглядит то есть ldr обычно все темнее в нем как вы видите все работает хорошо все работает хорошо да а такие проблемы да это у меня есть boom mapping это текстура я скорее всего просто вырежу эту строчку там boom map называется да если например ранее в галлсорс был boom mapping да то есть например паранойя вот я добавлял такие можно добавить как бы вернуть boom map но я цель такой не преследую здесь кстати он имеется ладно давайте перейдем к самой да как бы улучшению карты к самому что нужно сделать прежде всего построить кубмапы в данном случае мне надо прописать build кубмапс и все кубмапы начинают строиться после постройки кубмапов включаем режим hdr то есть чтобы скомпилировать соответственно кубмапы для этого режима то есть для ldr и hdr надо все время отдельно компилировать потому что потому что потому что как бы если вы скомпилируете только на один режим то есть на одном и будет вот немного ошибочка произошла да если вы меняете режим лучше выходите сервером вот теперь проверим как все будет работать то есть карта должна загрузиться вот карта загружилась выглядит так симпатично я бы сказал да конечно имеет место быть такие мои мои недочеты это мой недочет ну и также это возникло из-за того что save the used ресурс да он не всегда корректно как бы встраивает текстуры то есть как видите да как это исправить например да мапу можно 0 поставить и все ошибка пропадет как бы на ваше усмотрение я как бы сейчас этим эту команду использовать не буду но если вы хотите ну если вас это раздражает пропишите конечно чуть-чуть качество карты может упасть потому что вот здесь есть бумаг например да я понимаю это странно да это как-то что ли не соответствует то есть не то что качество да просто как-то где-то одно где-то другое да то есть различается качественно карт но к сожалению так ну мать мать бумаг это в принципе можно исправить вполне теперь теперь что важно build cube maps наш яр они как раз таки генерируется чуть помедленнее вот то есть в лдр прям все очень быстро идет где же нет ну вообще такие команды они прибавляют вес карты однако добросовестные мапперы чаще всего добавляют куб мапы на свои карты если их не сделали да то есть другая команда мат reflections вроде как да если я не путаю отключить отражение однако ну что что за выход такой да это выход то не очень ну так же с бумагом да так же с бумагом но это не выход нужно исправить эти ошибки однако в данный момент я был честен исправить их не буду они для меня ну по крайней мере мне кажется не критичные мат бумап не так сильно повлияет на качество карты вот в данном случае потому что отсутствуют такие штучки да бумапинг только вот здесь может еще пару текстур имеют все бумапы сгенерированы теперь давайте скомпилируем нашу карту ну не то что скомпилируем извиняюсь сделаем навигационную сетку то сейчас пройдет компиляция ее ну и генерация да вот навигационная сетка была успешно сгенерирована карта готова теперь ее можно выкладывать в гаррис мод ну и считать этот аддон неплохим неплохим аддоном да такую карточку тоже сейчас я это и делаю говоря кстати да по поводу некоторых моделей да возможно они сейчас пропали они они вернутся можете здесь не переживать так вот я создал папку сейчас будем выкладывать это как аддон создаем прежде всего здесь папку фамп фамп это где будет содержаться иконка нашей карты ее делать не обязательно однако если вы хотите привлечь людей больше да ну или хотя бы нормально реализовать как это все оформить создавайте такую папку вот и кладете туда картиночку давайте теперь создадим все вот папку фамп в каком то есть какой размер какой формат файла да фамп должен быть должен быть 128 на 128 в моем случае вот я сюда копирую все отлично выглядит да ну как для кого как png формат и называем этот файл именем нашей карты в моем случае это p p и халупа ну нижние подчеркиваем да все теперь создаем иконку для нашего аддона это 512 на 512 в формате jpeg да или jpg да вот та же иконку вы можете разные иконки использовать да на ваше усмотрение можете не от карты иконку поставить но я как бы не сторонник этого так как ну нужно наверное демонстрацию сделать можно автотон такую автоматическую коррекцию да как то ну нет иногда она выглядит не очень добавим там диффузии немного да вот так так чтобы так выглядело прикольно можно написать надпись какую-нибудь добавить я не буду этого делать можно также гифку использовать да но гифку чтобы сделать гифку на дом там есть определенный способ метод вот то есть я в данном случае его использовать не буду возможно если у вас будет желание да узнать об этом посмотреть в интернете ну или я выпущу там что-нибудь да так все теперь photoshop больше нам не нужно теперь что делаем теперь мы выкладываем аддон этот гаррис мод в мастерскую movie comic выбирайте теги у меня такие теги я все время их ставлю они в принципе однообразные все время да все все готово все файлы есть это замечательно теперь file folder это папка с вашим аддоном ну икон это соответственно иконка в моем случае это вроде rsd df да и теперь как назвать эту карту называете как хотите в моем случае это халупа халупа from паранойя ну не знаю давайте я напишу ради так ради этого привлечения внимания паранойя альфа да типа ранние версии ну определенно это какой-то ранний билд ранний билд паранойя альфа это нет я не знаю честно говоря но я напишу я думаю это не критично так же делайте скриншоты в этой карте то есть для того чтобы их соответственно соответственно показать продемонстрировать вашу карту создаете описание пишите особенности карты вот вот этим я в принципе и занимаюсь на этом как бы все я портирую карту как вы видели проблем не возникло да качество порта я думаю на хорошем уровне то есть это непосредственный порт он выглядит неплохо освещение я предполагаю что совпадает с оригиналом и конечно же качество качество текстуры в принципе оставляет желать лучшего ну конечно есть недочеты прежде всего это отсутствие бункмапов это мой недочет который я как бы пропустил не стал проверять однако его стоит добавить то есть иметь ввиду бобмапы все это исправлять вам то есть имейте ввиду это необходимо сделать запустите игру вы узнаете там имеются ли подобные проблемы все я закончил спасибо за внимание